Я особо не концентрируюсь на чем-то, когда я что-то пишу. Меня должен зацепить текст. Я, в общем-то, человек, наверное, принадлежащий тексту. То есть мне нужен текст, и мне приходит вот это вдохновение. То есть поскольку я не пишу слова, как-то искать настроение или обстоятельства какие-то, бывает это редко. А писать музыку, это, конечно, мое любимое. Я, конечно, не Моцарт, не Паганин, не Жестакович. Моя музыка проще. Но и тем не менее, очень важно поймать соответствие слов и музыки. Это не так уж и просто, на самом деле. Но когда такое случается быстро, то ты благодаришь. Видимо, это знак. Благодаришь Бога за то, что такое вдруг случилось. Это даже не всегда получается. И стопроцентно я могу быть уверена, что это практически с каждым артистом. Именно так и происходит. Но если это происходит, если это наступает, то песня работает, и песня видит свет, видит своего зрителя и живет. А как долго это уже подсказывает время, и вообще как зритель слушает эту песню. В нашем офисе есть и музыкальная студия, и студия для снятия клипов, фильмов. То есть мы работаем над этим. А поскольку, ну как сказать, альбомы у меня разные. Два года назад вышел русский альбом, да. Сейчас, значит, свет выходит через месяц узбекский традиционный, под названием «Тортадур». «Тортадур». И вот этот английский, который еще в доработке. Естественно, все разные клипы. Ну и еще есть 3-4 проекта, которые, ну так, не афишируются, они просто есть у меня. И, возможно, когда-то вы о них не знаете. А почему бы нет? Вот. Поэтому, да, все, конечно, своим ходом. И клипы, и видео тоже. Ну, получается, что зачастую мы прорабатываем многое сами. Вот. То есть не я сама сижу, а моя команда, мои ребята. То есть в Ташкенте много талантливых, способных ребят. Как девочек, так и мальчиков. Поэтому я это, конечно, учу за нее. Что вот так мы можем дружненько собраться, иногда ругаться. И, как бы, в итоге что-то получается неплохое. Что-то такое хорошее получается. Песня с иранской исполнительницей. Это, значит, колыбельная такая. Она называется... Это самая. «Piece to the world»? Как? Да, да, да. Ну, такая вот песня о мире. О счастье. Вот. По-моему, иранская певица, да? Она иранская певица. И вот у нас есть дуэт, да. И мне нравятся вот, пожалуй, такие редкие песни, которые, в общем-то, не особо сильно звучат. Там и здесь. И, наверное, еще любимая песня вот такая, чтобы прямо я могла от нее это. Она, может, еще и не родилась. Вот. Хотя многие, если честно, вспоминают песню «Ирмухаббат». Почему-то вот она такая, пожалуй, песня-описание. Или потому, что она первая была на моем начале, ну, пути в моей карьере, на начальном этапе. Поэтому, в общем-то, я не могу перечислить, если честно, там, свои песни. Мне нравится очень переложение, то, что сделал Гектор Зазу для альбома «Юльбольсен», что был выпущен на Real World в 2002-2003 году. Вот. Там нравятся, конечно, эти народные песни, как они звучат. В принципе, как, эту песню написал один мальчик. Сурат Каримов, такой вот парнишка из Узбекистана. И, значит, ну, почему-то вот в столе она у него лежала. И однажды как-то мы сработали. Такая редкая песня, которую не написала я. Я, возможно, ее доработала там уже изнутри, но ее написал вот этот мальчик. И, как бы, когда он это сделал, он показывал все свои песни, работы. И, ну, вот, как бы, показывал, как он работает в своей аранжировке. И вдруг мой выбор пал на эту песню. Я ему сказала, Сурат, что это за песня? Он говорит, да нет, это так, чисто демо, там ничего особенного. Не, вот, Севар, сейчас покажут другие. Я говорю, стоп, давай вот эту посмотрим. Он ее поставил. Правда, не давал мне нормально ее слушать вечно. Вот она, еще не доработана она такая. Я говорю, молчи, дай послушать. И в конце я сказала, пожалуйста, давай мы ее доработаем, давай мы ее сделаем. Я вижу ее, она моя, это моя песня. Ну, он, конечно, я думаю, что он был рад. Мы ее сделали, как бы, я ее записала. Ну, в принципе, такая простая история, но приятная. Хорошо, что эта песня вышла в свет. И она, как бы, получила отклик у людей. Это был 2000 год. Так, я поехала в Лондон, в Англию на фестиваль Вумат. И, значит, отсутствовал один артист, который должен был приехать, но не приехал. И пустовало место, они узнали, что я там, что я музыкант из Узбекистана, что я пою и фольклорную музыку тоже. И, значит, они спросили, подозвали, спросили, а вы можете, вот, не хотели ли бы ее исполнить? Я сказала, конечно, хочу. Причем я так дрожала после этого. Я была в шоке, думаю, что такое, что произошло. Ну, мы вместе были с Бахромом. И сразу стали искать, там, кого можно сынка выловить. А там был неподалеку бар, все артисты, музыканты там. Я смотрю, в итоге подписались, там, басист, он играл Шейнато Конор, там, один барабайщик. Все очень крутые музыканты. И они, как бы, быстро подхватили. Да, они считают, да, мы быстро сыграем. Я говорю. И мы встретились, и я говорю, товарищи, вот так, вот так, вот в этом ключе, там, гармонии быстро накидали мы. И, то есть, вот так, квадратная, в форме квадратной, в квадратов, это в музыкальном обиходе так называют, мы, значит, проиграли концерт, там, вернее, играли концерт, который там прошел 35 минут где-то шоу. Вот. А в тенте, где мы играли, там, человек на, не знаю, на 2-3 тысячи народу был, вот этот вот такой шатер, там шатры фестивальные, 5-6 шатров разные, значит, везде вместимость разная. И вот вдруг к нам там сел Гебриэл, он сидел прям там на траве. Да, я сделала программу с ребятами 35 минут, это какая была проверка такая была, да, для нас. Вот. И Питер сидел там, снимал на свою камеру, вот. И в итоге, значит, после этого он подошел уже за кулисы, представился. К своему студию я не знала, кто это. Вот. Потом быстренько мне объяснили. И уже через день мы сидели у них в студии, они очень хотели, чтобы мы записали альбом. То есть, в общем-то, это было так, все спонтанно, но произошло. Вот я же говорю, случаи, случаи, люди, все влияет на... Так же, думаю, как и в вашей жизни, все влияет на становление, на происшествие каких-то событий. И поэтому это все получилось, случилось не зря и не случайно. Вот. И, в принципе, вот спустя уже какое время мы вместе, то есть с его компанией мы работаем. И я вот думаю, да, мы вот выпустили два альбома, сейчас на подходе, надеюсь, третий мы будем прорабатывать. Вот. И я думаю, что это все неплохо. Хорошо, что мы дружим, хорошо, что мы общаемся. И для меня это большая школа, то есть, когда мы уже путешествовали вместе с ним, с концертами в Америке и в Европе. То есть, мы представляли себя Узбекистан, и мы были суппорт-банк для Питера Гебриэла. То есть, это была Европа, все-все-все страны и города, и это было вот 42 или 48 штатов здесь, в Америке. Это была огромная школа. Школа для нас, как нужно и как важно петь на большой сцене, когда люди, 25-30 тысяч людей на тебя смотрят. Испытываешь такое, конечно, несравненное чувство, чувство счастья, что ты можешь стольким людям показать свое мастерство, там, я не знаю, искусство, музыку свою показать. И главное, петь на своем языке. Вот, как я сказала, традиционный узбекский будет через месяц-два, вот он уже увидел практически свой свет, вот. А английский будет чуть попозже, ну, это как эксперимент, конечно, от меня. Я такая, люблю экспериментировать, а что делать? Вот, а узбекские песни, они создаются, я, правда, сейчас не выпускаю альбом, альбомы узбекские, но на подходе такой интересный альбом. Я хочу собрать все-все-все песни, еще мои свежие песни, которые не увидели свет, и вот, и выпустить альбом лучших песен и альбом новый, альбом новый узбекский, вот. Для всех нас. Квиз, квиз. Квиз. Квиз, здравствуйте, музыка в наших сердцах. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Я надеюсь, что это не последняя встреча. Я надеюсь, что мы еще встретимся. До встречи. Да. Спасибо. Спасибо, да, спасибо. Все? До встречи. Спасибо, да. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok